Идём после СПА. Погода офигенная. А сейчас пилить и пилить ещё до дома. Вот оно метро. Останемся здесь? Да, да, метро уже есть. Так, тут номера свободные открыты. Я покажу, какой номер большой. В общем, вот, смотрите. Стол. Здесь помещаются два кресла, столик. Ну, естественно, этот номер дороже. Трёхместный. И номер с одной кроватью. Вот такой вот. А, нет-нет-нет, это не здесь. Вот, вот номер с одной кроватью. Мы сейчас едем на рынок. На самый большой рыбный рынок. По крайней мере, там написано было. Ну вот, виды. С солнышком гораздо лучше. От нашего отеля 500 метров, где-то 500 метров пешком до рыбного рынка. Сейчас мы собираемся там позавтракать. А, вернее, пообедать. Потому что время уже 12-й час. Буквально несколько шагов дошли до Лот-Эмлоу, метро. И поворачиваем, идём к рыбному рынку. Я мороженую. Которое я вчера утром сушила, я не шла. Ну, подожди, давай сначала, может быть, рыба, а потом десерт. Не отговорюсь её. Хочет мороженое. Сейчас посмотрим, сколько стоит мороженое. Кафешка с мороженым находится прямо около метро. Столько вкусняшек и недорого. Семь, два, три. Четыре тысячи вон. Вот, Пума. Будем заходить? Ладно, потом зайдём. Моя любимая Пума. Лакост, Адидас. Все мои любимые бренды. Нью Бэланс. Встретил нас пустынный кусан. И посмотрите, вышло солнышко, это следующий день. Может, это выходные были. В общем, народу море. Сегодня какой день недели? Воскресенье. В воскресенье. Ну, тогда непонятно. Подземный торговый центр. У рюкзаки. Здесь подделки не надо делать. А, подделку не надо. Я хотела местный какой-нибудь. С корейскими иероглифами, любыми надписями на корейском языке. В общем, паль продаёт. Как делают колотки с начинкой. Вафли вкусные. Прошли пятые ворота, закрыты. Четвёртые закрыты. Вот третьи. Третьи закрыты. Все заходят в ворота номер один. Вход номер один. Закрыто, но раз дошли до рынка, можно снять порт. Кто-то рыбу ловит. Рядом с закрытым рынком есть маленький рынок, в котором продают рыбу. Просто на открытом пространстве. Посмотрим. По ценам я не скажу, цены тут не написаны. Цены только на корейском. Она заморожена ещё была, размораживая. Тоже на корейском. Ну всё, бесполезно ходить. Даже по ценам не сориентируемся. Устрицы. Всё, берём устрицы. Вот. Осьминоги живые. А ты не хотела идти. Всё, живая рыба какая. Страшная, непонятная. Самые недорогие роллы. 5 тысяч вон. Но их здесь нет. И посмотрите, ценники всё. От 20 тысяч вон и выше. Все эти блюда. Посмотрите, какие интересные морские гады. Большие. Все живые. Ну, такие живые. Нам открыли. Это большая устрица. То есть, одна устрица 20 тысяч. Большая такая. Ну да, я такой большой не ела. Здесь при себе. Вот как туда берут. Из кого ведра. Вот из того ведра внизу. Видишь? Вон. Вот, который подорвали. А. Вся на огонь. Всё. Вот здесь какие большие. О, как жарят. Здесь вон. Пиш? Пиш. Солен. Позор. Позор. Короче, я не понимаю. Это рыба или что? Рыба. Рыба? Да. Ага. А сколько стоит? Я не знаю. Пиша какая есть. А в этот день. А, вон? Вон. Да. Цена. Ценки. Одна тысяча вон. Высушенная рыба, сваренная со специями. Лук, редь, комарепродукты. Нанизанная на палочку. Сам бульон тоже полезен, которым она варилась. Поэтому я к не буду. Не успели подойти. Не успела снять. Подъехал наш маленький зелёный автобус. Проверь, сколько стоит? Тысячу с чемпионов. 50 рублей за двоих. Деревня Камчхон находится высотой в горах. И поэтому автобус поднимается вверх. Сейчас будет подниматься. Остановился. Это уже вторая установка по пути в гору. Деревню. Я не знаю, на видео где-то нет, но мы едем круто в гору вверх. Вот так вот едешь по дороге. Там какие-то красивые граффити, фигурки, домики. Вот прикладываю телефон к стеклу, чтобы снять. И снимается вот такой вот гэ. Ну, извините, не успел он называется. Может быть, что-нибудь ещё будет? Просто круто ехать на автобусе вверх в эту деревню и смотреть по сторонам. Ни сюда ничего нет. Рит, это, наверное, местами только всякое. Ну, вот граффити с другой стороны. Либо с другой стороны. Либо я не успеваю приложить телефон. Ну, реально круто. Просто ехать в автобусе и смотреть. Смотреть по сторонам. Ну, папа римский. Привет, привет. На остановке здесь платье, наряды, магазинчик с платьями, нарядами. И автомат телефонный. И вот наша деревня Камчхон. Вот там все фоткаются. Пойдем туда. Мы пойдем туда. Алина, что? Алина, что? Алина, что? Алина, что-то? Ух ты! Вот правда словами не передашь. Специально поднялись в кафе. Вот остановка. Вот она. И здесь можно делать фото и видео и пить кофе. Идем. Смотрим. Какая красота. Мы заказали ванильный латвий. Какой-то пироженок очень вкусный. 350 рублей. Пироженка потрясающая. Потрясающе. Называется пироженка вот так вот. С карамелью. Попили кофе. Стартуем. Это тоже что-то интересное. Опа. Опа. Все как в Японии. Вернее, как в Корее. Все как везде в мире. Висит белье и сушится там. Какие-то растения. Фрукты. Два шага отошли. У меня уже зарядка закончилась. Ступеньки с двух сторон. Просто, если хотите точно посмотреть всю деревню, то это точно не один день. Куча. Да, куча всяких улочек. Я думаю, за час. Ну, что мы посмотрим за час? Так, я такая звонкая. Надо потише разговаривать. Посмотрите граффити. Любителям кошек. И рыбок. Балкон. Я бы не смогла так жить. Чтобы какие-то безумные туристы ходили здесь, фотографировали и что-то такое орали неприличное. Деревяшки покрашены. Говорить надо потише. Этой деревяшки покрашены акварелью. Флажки. Это флажки. Дети, наверное, постарались. Чуть-чуть не похожи. Да. Я в детстве так рисовала. Жалко, что ты не видела мои рисунки. А, еще хочу сказать, здесь очень много скамеек. Идете, идете, там с горы. С горы, наверное, хорошо. В гору плохо. И будут скамейки. Можно просто отдохнуть. И в честь минут. Правда, вид со скамейки не очень. Полтора километра, наверное. Жду вот так сделать. Тогда надо было на старте зайти. Там за куток какой-то вот здесь был. Ну, года бесконечности. Ну, все. Короче, это город бесконечности, судя по всему. В общем, стартовали здесь. Так, 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 так. Если мы не хотим здесь остаться на много часов, нужно выбирать одну дорогу и по ней идти, мне кажется. Да, и скоро придем на остановку. Вот, видишь, и там, да, остановка автобуса. Мы вот тут были, вот тут есть. Вот доска информации. Да, все, у меня последние 7 секунд на этой батарейке. Ты продумала хорошо, лучше подняться на автобусе и спуститься вниз. Пешком. Давайте кошечек покажу. Раз не увидели настоящих, покажу, как выглядят искусственные. Из чего они? Пластик. Ну, вот. Кошки, кошки, кошки. Я под мутыку. Я уже ищу, что там ногами делаешь, только твои руки. Треважно. Сейчас тебя в нос не надо. Вот кому надо в нос. И забрать мопед. Будьте осторожны. Тут все-таки движение. На этих улицах не ходят не только люди, но и движется транспорт. Да, это маленький принц только что увидела. Солнце реально, глаза светят. Так я поняла. Реда меня до моря не доведет. Здесь посмотреть, какие ворота с флагом Кореи. Сверху спустились. Кафешка какая-то. Забегаловка. Никого нет? Короче, она думала, что мы будем есть. Кафешка работает. Кафешка находится в конце этого пути, который я по карте показала. Разбудила. Разбудила девушку. Но просто единственная работающая кафешка в этой зоне. Таблички выложены в виде дерева. Посмотрите, красный это ствол. И зеленый это крона. Только подошли и сразу автобус. Куча мусора. Вот эта деревня. Идем пешком на паникулер. Сели не на тот автобус. Списалось 500 рублей. Не знаю, лишних, не лишних. За двоих проехали 3 или 4 остановки. А вот здесь реально такие трущобы, которые не раскрашены. А, и высотки тоже. Вообще, такое ощущение, что это какой-то заброшенный район. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...